Бессмертные строки Русские романцы и арии звучат под открытым небом. Ждут гостей романтичные онегинские скамейки, старые липы пушкинских времен. Мария Дорожкина с дочерью Надеждой приходят сюда каждое лето. В теплое время года они живут неподалеку на даче. Говорят, такие звуки притягивают словно магнитом. Потому что эти концерты проводятся очень регулярно, приглашаются. Совершенно потрясающие исполнители, фортепианная музыка. И поют, и играют, и флеют, и все что угодно. Нам очень нравится. Артисты признаются, выступать в таком удивительном по энергетике месте на открытой площадке для них огромное удовольствие. А после длительной изоляции радость от встречи со зрителями усиливается вдвойне. Мы очень рады, что именно здесь состоится концерт после четырехмесячного карантина. Даже больше артисты не выступали уже нигде. Кто пять месяцев, кто четыре. И мы очень рады, что это первый концерт нас живой именно здесь, в этом чудесном месте. В исполнении оперных певиц Ирины Лумпова и Елены Наказной прозвучали классические романсы и арии, а также отрывки из сказок Пушкина, на создание которых поэты вдохновили именно эти места. Здесь, в подмосковной бабушкиной усадьбе, маленький Пушкин впервые услышал русские народные песни, крестьянские хороводы, начал писать первые стихи. Концерты под открытым небом в усадьбе Захарова проходят по субботам. Новый 29-й сезон традиционных музыкальных вечеров начнется в конце сентября. Зимой насладиться классической музыкой и русским романцам можно будет в каминном зале дворца в усадьбе Веземы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.